Всем привет, ребята, с вами Дричент и это Супер Мама на канале Юм. Восьмой выпуск, если вдруг вы пропустили какую-то серию, ссылки для вас, правильно, в описании. И если вам нравится то, что я делаю, вы можете стать спонсором моего канала, также по ссылке в описании, начиная от одного доллара и выше. Всё в ваших руках, получите также плюшки, буду видеть ваши комментарии, ссылка в описании. Ну что, ребята, знакомимся с четвёртой мамой. Мария Лукашевич, 36 лет. После окончания торгового техникума по специальности повар третьего разряда, Мария связала жизнь с профессией продавца, и сейчас она торгует овощами и фруктами. Здравствуйте. Есть обычные киви и есть киви голды. Киви есть обычные, есть голды? Есть разные сорты? Киви голды? 140 рублей. Приятного аппетита, заранее хорошего дня. До свидания. Я обожаю свою работу, это общение с людьми, это довольны лица покупателей. Когда меня нет на работе, покупатели заходят в павильон, видят, что меня нет, и они разворачиваются и уходят. Потому что закрыто, да? Мария – счастливая мама трёх дочерей. Милане 16 лет, Богдане 8 лет и младшей Руслане 4 года. Самая старшая дочь Марии – плод студенческой любви. Когда Милена родилась, ей было буквально месяц, и мы прекратили, от слова, совсем всё общение с этим мужчиной. С отцом Богданой и Русланой Махаддином Мария в браке 11 лет. И несмотря на то, что пара недавно отметила стальную свадьбу, их отношения не такие крепкие. А всё потому, что муж Марии так сильно хотел семью, что сейчас их у него две. Нормально, а что старшую дочь не показывают? Типа, где-то отдельно живёт? Во второй семье тоже двое деток. Живёт он у нас, так сказать, на два дома. Так можно было? Типа, это нормально, да? У нас нормальный мужик, нигде не отказывает, живёт на два дома. Вторник, четверг, суббота он у нас. Санта-Барбара отдыхает. Это не Санта-Барбара, это звездец какой-то, как по мне. Был бы я женщиной. Листик накрыла, я тебя сломала. Это каша малыш. Это за что ты. Самые лучшие дети у меня, поэтому я супер-мама. Квартира Марии находится в железнодорожном районе Екатеринбурга. Но это не значит, что сюда можно добраться только на поезде, а в домах действует санитарная зона. Мамы добрались до Дома Марии и уже готовы проверить и оценить соперницу в трех категориях. Хозяйственность, самореализация и воспитание детей от 0 до 10. А в финале специалист по семейным отношениям и психолог проекта Виктория Дмитриева отдаст свои 10 баллов одной из участниц, той, которая на ее взгляд достойна звания супермамы. Ну давайте, мы готовы. Понеслась. Обычный дом, обычный район, обычный обшарпанный подъезд. Но внутри, я хочу сказать, очень даже и неплохо. Кто там? Здравствуйте, мы к вам в гости. Не хай-тек, но... Здравствуйте. Мама дома? Нет, она в магазин. А нам можно зайти? Да, проходите. Нельзя, чтобы дети открывали чужим людям. Я согласен, но там у детей за спиной уже оператор стоял. И вся съемочная группа, которая вас снимала. Двери нельзя. Даже если и мама сказала, что придут Ксюша, Наташа и Женя, я считаю... Да, и как бы дети, прикиньте, с дурочками, представьте, что тут уже съемочной группы нахрен нету, чужим открывать нельзя. Мама, это дядя с камеры сзади стоит и улыбается. Ой, с хрена ли. Не обращай внимания, чужим открывать нельзя. Что это неправильно. Очень много опасностей в наше время. Это не деревенский дом, когда все друг друга знают. Пойдемте на кухню. Пойдемте. Садитесь со стола. А вы куда сядете? А мы постоим. Ну, дети культурные. Не укладывается в голове, что дети запускают чужих тетенек к себе на кухню. Еще и чем-то начинают угощать. Не укладывается у меня в голове. Вас как зовут? Меня Уфан. Меня Богдана. Сколько вам лет? Мне восемь. А ей? Четыре. А вы знаете, что вы красивые? Спасибо, вы тоже. Спасибо. Ой, какие культурные девки. Богдана, у вас сегодня прекрасные фрукты на столе. Мама работает продавцом фруктов? Да. А вы были у нее на работе? Да. Помогала, денежки зарабатывала. И тратила. Я покупала маме одежду. А почему маме? Мама нам все время покупает, теперь я хочу маме покупать. Ты решила так порадовать? Да. Молодцы. А вы хотели бы работать как мама? Нет. Да нет. Ну, разное мнение. Я не хочу арбузы таскать. Малая такая перспектива так себе, да? Как мама. Ну, почему Маша не хочет ничего менять? Ого. Девчонки. Нормальное явление девочки. Может, хочет что-то другого, типа, видит, насколько это сложно. Типа, с утра до вечера ты находишься на работе. Мама говорит, боже, какие тяжелые. Все, девчонки, вы пока бегите немножко в комнату там поиграйте. Спасибо, что вы нас встретили. Мы еще с вами поболтаем. И я влюбилась в девочек. Господи, какие они красивые. Они невероятные. Открытые, они гостеприимные. Зайки вообще. Маш, а девочек оставляешь вдвоем? Они нам открыли? Как часто они бывают? Я их стараюсь очень редко от них оставлять. Да, я могу их оставить, там буквально на час уехать. Очень редко пытаюсь оставлять их. А на работе ты как работаешь? Онлайн? Робот-продавец? Вместо тебя там стоит с твоим лицом. По делам и вернуться обратно. Очень странно. Мне было, что они открыли двери чужим. Брэшет. Он сейчас берет просто нагло и брэшет. В смысле? Ты же на работе находишься с утра до вечера. И? Типа дети у тебя уходят там в школу в 8. И до 7. Ну, продленки настолько поздно. До 7 часов вечера не происходят. Не знали, что должны гости приехать. Ты предупредила их, что мы приехали? Да, 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 да. Наверное, стоило просто нас предупредить по телефону, девочки. Давайте, подождите, я сейчас подойду. Как-то слишком это... Оставляет она их дома, я думаю. Девчонки, я тут немножко подготовилась. Блинчики. Я ждала, что будет стол ломиться в первую очередь от изобилия разнообразных фруктов. Да, фрукты были, но экзотики не было. Ну да ладно. Нектарины трех видов. Это скрещенный персик со сливой. Это скрещенный персик с яблоком зеленым. А вот это скрещенный, если не ошибаюсь, с апельсином. Тут она давай рассказывать про свое любимое дело, переворачивая эти фрукты руками. Ты зачем их берешь руками? Маша. О, понеслась. Да я есть это буду. Что ты это все трогаешь? Должны потом есть. Она их все показала, нам руками схватила. Такая, все, теперь на тебе ешьте. Ну помыть можно. А где же чистоплотность? В общем-то, нужно было снова их перемыть. Я вам помою каждую штучку отдельно. Я помою, не переживай, я помою. Скотина такая, блядь. Ты поулыбайся мне, поулыбайся, блядь. У тебя нет пунктика. На чистоте, на порядке. У меня есть пунктик на чистоте, на порядке. Да? Да, конечно. Пускай оно по-скромненькому будет. Почему? Потому что это... Плиток не моешь? Почему не мою? Мою плиту. Все, это начало ей мстить. На мой взгляд, грязновато. Те вещи, на которые я обращаю внимание с точки зрения быта, это грязная плита, засаленная решетка. Квартира оставляет желать лучшего. Достите, да. Ну я им не сказал, что там плита грязная. Вот я отсюда смотрю, плита старенькая, не отрицаю, но она чистая. То, что я лично вижу, ну, вообще претензий нету к плите. Это тупо начинает мстить. Мстить, засылать. Да, в моей кухне есть разница. Фу, 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 фу. Пришла смесью, решила докопаться. Фу, быть такой. А скажи, это хорошая ягодка? Это да, это да. Ксения специально искала какую-то ягоду там, чтобы она была не очень красивая, так как я изначально сделала замечание, и она пыталась... Ну ладно, вы два сапога пары, я типа тебя тоже не оправдую. Тоже такая, мягко говоря, специфическая барышня. Ну, сейчас не за тебя. Вот, бля, с девяти до девяти. Вопрос, внимание, который сказал Чент. Как она говорит о том, что я детей вообще от них не оставляю? А где в это время находятся дети? С бабушкой? Маша, при твоем графике, кто готовит дома? Я. Девочки, я полдесятого приезжаю. Сначала ладут девочек спать, и часов в одиннадцать я начинаю... То есть девочки дома сами? Вот, все, ответ. Нет, девочек ложу спать, когда приезжаю с работы. Девочки сами дома. А что она врала, что я детей как бы дома не оставляю? Готовить в кастрюлю трехлитровую супа, чтобы она один-два дня хватила. Еще и мужа надо встретить. Ну, там, ладно, слава богу, периодически. Ужинают они без тебя. Да, да. Самостоятельно подогревают еду. Она большую часть времени находится на работе, приезжает под ночь, что-то там в ночи готовит, где дети. Когда ты разговариваешь с детьми. Когда ты находишь время для себя. Когда, Маша? Нету мужа, который должен зарабатывать, поэтому зарабатывает она. Вообще у меня стандартно один выходной в неделю. А как ты его проводишь? Нет, муж есть. Специфические, конечно, отношения. Ну, как бы, типа, он как бы есть, и его нет. Тут что-то вообще там... Утром просыпаюсь, девчонок в школу, в садик. Потом я еду, делаю... Девчонок в школу, в садик. Может, старшая потом забирает в младшую садик, а они вместе тут домой. Какие? Ну, так как бизнес мужа, как бы, вроде бы, я помощник, я там управляющая, неуправляющая, бывает налоговые, бывает... Выходные. Они еще вместе работают? Потом я приезжаю, домой готовлю ужин. Потом мы выходим на детскую площадку, гуляем, время проводим вместе. Побеселить, попрыгали, поскакали. Девчонок готов. Подготовка к основе, все, я утром на работе. Я бегаю по налоговым. Что делает он? Я бизнесмен? Блин, я не понимаю, почему Маша соглашается работать в графике, в таком довольно-таки плотном, с одним выходом. Интересная семейка. Делать за него еще юридические вопросы, еще и быть мамой. Слушай, Маш, ну у тебя же зарплата продавца. Что ты по налогам бегаешь в свой единственный выходной, вместо того, чтобы куда-нибудь сходить? На фитер, на танцы. На себя-то когда-то ты будешь любить? Да, не немножко, я совсем про себя забыла. Я ушла полностью в детей. Не в детей? Не в детей, в работу. Ушла. Во фрукты, овощи. Ты все на себя взвалила, а у тебя зарплата продавца. Она все на себя взвалила и не понимает, что она в некой кабале этого мужика. Мне лично грех жаловаться. У меня стабильный есть заработок. Все? Чего вы к человеку присрались? Все нормально. С девяти до девяти. Там пока сложилось, сюда-сюда. Все четенько, стабильно. Бля, я счастлива в жизни. С мужа вообще у нас идиллия. С детьми время провожу. Хоть отбавляй. Настроение у меня. О! Вот то, что я бегаю по налоговым и так далее. Муж мне платит 20 тысяч рублей в месяц, чтобы вы понимали. Ой, Маша вообще, вот ее простота хуже воровства. Я ничего не понимаю, что с девкой происходит. По Маше хорошо проезжаются и используют ее. Как это может все устраивать? Маша платит. Двенадцать часов, блин, таскать эти арбузы. Так это еще двенадцать лет она работает. А пока еще прийти, там, разложить. Потом еще сложиться, прийти домой. Реально поспать и пожрать. И жопу помыть. Все. Рабочий день окончен. Вообще, даже не рабочий, а день окончен. Да. Я на своем месте. Я вот, я обожаю эту работу. Все, оправданно. Все, проблем. Тогда вообще проблем нету. Все. Может быть, я, как многие говорят, не самореализовалась. Но я люблю эту работу. Я получаю от нее удовольствие. Я посмеялась. А, дети. Она ничего не любит, кроме овощей и фруктов. Да, я даже начала читать книгу. И в книге пишется, что, типа, если вы, читая эту книгу, находитесь на том месте, куда вас ноги не несут. Вот вас бесит все, раздражает. Валите оттуда, ваша жизнь не удалась. А я, девочки, знаете, сижу. Это вот лично для меня. И такая, давай, блядь. Мои персики, блядь. Вчера приехали помидоры. Ой, вообще, да такие. Сегодня торганук. Касса-то пойдет. Черт, просто, чтобы вы понимали, тоже на рынке. Немало времени провел, как бы. Я-то понимаю, о чем говорю. Там, э-э-эй. А если почин хороший пошел, та, ты шо, когда крупная покупка, тебя азарт, бля, ха-ха. На самом деле, грустно. Понимаю, я-то на своем месте, я-то вот получаю удовольствие от этого всего. Поэтому мне все... Я ничего, просто у тебя, как бы, с детьми ты время нахрен не проводишь. У тебя какая-то полная жопа. Класс, я получаю удовольствие от работы. А с детьми, ну, то уже, как бы, как-то вырастут. Нет, работать-то надо, я все понимаю и так далее. Тут, как бы, муж еще такой интересный хлопец. Особенный, и мы, я понимаю, так с ним не познакомимся. Ну, как-то про детей я особо-таки не понял, кто ими занимается. Хотя девочки такие приятные по общению были. Ну, вот, это наш зал. Ну, чистенько, красивенько, как по мне. Квартира у Маши небольшая, поэтому мы быстренько переместились в комнату. И тут же мы увидели портрет старшей дочери. А Диана? Это Милена, да, старшая? Да, да, это старшенькая. А где она сейчас? В общежитии? Мы ее учиться отправили на банковское дело. В область, получается, это город Заречный. Потому что здесь везде платная основа. И я не потяну оплачивать вот это обучение. И нас это, конечно же, очень удивило. Потому что все-таки все мамы хотят, чтобы дети получали качественное образование. Жили в городе, в мегаполисе. Ну, хотеть не вредно. Но тут, на самом деле, нужно реально отталкиваться от своих возможностей. Я бы тоже, наверное, хотел бы в Кембридже учиться, но... Как бы возможности другие и так далее. Или-то, ну, я имею в виду не сейчас, а вот раньше. Это и развитие ребенка, это и современный уклад. Что ж ли это? Что? А вот буквально 10 дней назад, как она уехала. Для того, чтобы попривыкнуть немножко в области. Потому что это смена локации. Ты говоришь о том, что не потянешь финансовую. Да. У тебя муж есть, а он почему не поможет? А что должен? Девочки, я привыкла всегда все сама. С моим, наверное, темпераментом, или как правильно сказать, я не привыкла просить у кого-то. Я всегда рассчитываю только на себя. Маша, тогда почему ты покупаешь квартиру в ипотеку, берешь машину в кредит, но ты не подумала о том, что... А, у нее машина в кредит и квартира в ипотеке? Например, взять в кредит на образование... Да, кстати, вариант. Могла бы взять кредит, а не машину, и учить своего ребенка. Серьезно? Я готовлю себе помощника на рынке. Не задумалась об этом. А правильно, зачем думать? То есть твоя дочь будет учиться где-то в области и не жить с тобой? Ну, мать зато ездит на машине. Почему Милена должна жить в провинции? Милена не должна жить в провинции. Это был ее выбор. Если ты не хочешь попросить денег, ты хочешь взять кредит на образование. У девчонок вообще какие-то иные стандарты. Тут же они мне говорят о том, что я вообще на себе жирный крест поставила. И тут же мне говорят, зная о том, что у меня ипотека, зная о том, что у меня машина в кредите, мне еще предлагают возьми кредит и обучи ребенка. Так мне что тогда, пойти в ночную смену еще работать? И я вообще тогда детей не увижу. Она бы могла продать свою дорогую машину, купить машину подешевле, но выделить деньги... А что у нее за машина, мне интересно? Просто какая у нее там дорогая машина? Что она там на Лексусе, на Мерседесе гоняет? За бананами? Или что там за дорогая машина? Давайте хотя бы понимать, слово дорогая машина, это какая? Лада Калина? И вы хотите там, не знаю, Жигуль? Или что? Какая дорогая машина? На учебу ребенка, потому что вот в моей карте мира это важнее. Так, я знаете, что предлагаю? Давайте мы позвоним Милене. Давайте позвоним. И спросим, какой же все-таки она хотела бы для себя вуз дальше? Сейчас попробуем. И чей это был выбор? Да точно не Милены. Сейчас она в Заречном где живет? В общежитии? Нету сестры, а младше имею. Привет, привет. Привет. Ты знаешь, кто мы? А, да. А, да. Как ты адаптируешься? Ну, нормально. Как тебе после Екатеринбурга жить в маленьком городе? Нормально. Тебе комфортно жить с тетей? Ну, да. Маша держала телефон и поглядывала. Ну, только-только говори, как я тебя учила. Что ты очень хочешь учиться в этой деревне. Не в Екатеринбурге. Ну, это вроде бы не деревня, наверное. Скажи, пожалуйста, это... Посмотрите, большой городок. Это твой выбор этого заведения учебного? Ну, да. И чтобы маме было легче там учебу слишком много не оплачивать. А ты сама хочешь учиться в этом направлении? Ну, да. Мама дала право выбора в этом плане. Да. Да, да, да. Здесь, да нет, все хорошо, хорошо, да. Все хорошо. Все-таки есть такое подозрение, что Маша предупредила свою дочечку и сказала, так, тебе могут вот это спросить и вот это. А ты, пожалуйста, таким вот образом, по полочкам. Почему ты выбрала банковское дело? Ну, потому что банковское дело понравилось. У мамы была возможность обучать тебя платно? Возможность была. У мамы бы работала просто больше. Ну, так как в этом городе можно учиться бесплатно, а в Екатеринбурге платно, хотя разы обучения одна и та же, то я решила учиться здесь. Она сказала просто нам неправду. Меня это очень расстроило. Наверное, девочка хотела не расстроить маму, не разочаровать ее. Скажи, пожалуйста, у тебя в Екатеринбурге был уже молодой человек? Да. И как вы с ним попрощались? Ну, мы разошли еще к тому, как я уехала. А дочь сделала так, как будет лучше маме. Я пойду на жертвы ради мамы. Я забью собачьи на свою жизнь и сделаю так, чтобы мама не страдала. Дочь что знает? Она не знает, что такое раскрыть себя. Она знает, что такое ущемить себя ради кого-то. Поэтому я считаю, что это не ее решение. Милена боялась говорить правду. И если бы мы с Миленой разговаривали с глазу на глаз, я думаю, мы бы ее разговаривали, и она бы сказала по-честному. Забрали бы телефон и все, пообщались бы. Не будем ее сильно отвлекать. Да, спасибо тебе. Если вы выбираете за ребенка, чем ему заниматься и на кого ему учиться, то потом не обвиняйте его, что он не занимается ничем. Ведь, по сути, он потратит время на то занятие, которое ему не нравится. То, что ему нравится, он так и не узнает. И, возможно, вообще не найдет себя. Поэтому в дальнейшем вы обрекаете его на то, что он вообще останется без любимой профессии. Со старшей мы пообщались, познакомились. Хотелось бы теперь поближе с младшими. Пойдемте? Пойдемте. Снова к девчонкам. Вот эта комната девочек моих, младшеньких. Садитесь. Маш, ну раз у нас так принято, может, оставишь нас поболтать с девчонками? Ну, пожалуйста, конечно. Я пойду пока там на кухню. Давай. Девочки, а вы скучаете по Милене? Да, очень. Скажи, пожалуйста, а вот Милена, она с мамой не поругалась? Бывает то, что она накосячила. А как накосячила? Например, она гуляет и что-то плохое там делает на улице. Что делает Милена такого? Милена просто просит мне рассказывать, потому что она говорит то, что ее мама будет сильно ругать. Курить пьет? А что такое делает Милена? За что могут ругать? Взяли, блин, ребенка раскололи. Ребенок сказал, типа, ну есть тайна. А какая тайна? Все, блин, ребенок прокололся. Примерно может уйти в магазин и оставить нас одних на площадке. Когда я с Миленой гуляю, чувствую, какой-то другой сабл. Я на воде покуре водила. Мама узнала об этом? И что мама сделала? Мама просто ее поругала и сказала, что она не гуляет одна, например, неделю наказана. Руслана проговорилась, что... Да вы ребенка раскололи, а не проговорилась. Она как раз сказала, типа, тут как бы тайна. А ты такая, скажи мне. Дочка начала курить. Может быть, она начала делать что-то еще. И, скорее всего, это как наказание убрать ее отсюда. Нам рассказать не захотела. Надо ведь фасад держать. Ну, такое себе наказание. Дочка курит, поэтому я ее подальше от себя отправлю, чтобы она не курила. Какая интересная логическая цепочка. Курящего ребенка одолеть подальше от себя. Прямо это поможет. Нельзя тайны раскрывать. Но я думаю, что там проблемы со старшей дочкой. Девчонки, а как часто вы видите папу? Что с ним делаете? Получается, папа приезжает, если он очень сильно устанавливает. Странно, девочка вот эта средняя получается, да? Но на маму не похоже, как по мне. Папа... А кто там? Грузина, Азербайджан. Что-то, короче, восточных кровей. Не знаю. Если вот я еще младшую вижу, там восточная кровь, то здесь ты и на маму, как по мне, не похожа. А от одного мужика все? Или средний ребенок нет? Вот старшая, да, младшая, да. А вот средняя, как... Не знаю. Не может. Сил нету поиграть. Он просто покушал, сходил в душ. Наверное, да. Просто... Какой-то другие гены пошли, короче, наверное. И ложиться к маме в комнату. Понимаете, что у него нет сил. Он сам говорит об этом? У него вот так вот брови поднимаются. Мы все были немножко взбудоражены, возбуждены вот этой историей. Как, как вообще это возможно, что человек и там, и там. Девочки, а папа каждый день появляется? Или он на работе остается где-то ночевать? Он к нам приезжает, если у него время есть. А потом вечером он ездит с друзьями, например, шоу, рву покушать. Вчера он ездил с другом в кафе. А потом домой возвращался? Да. Он у нас ночевой. Обалдеть! В общем, он неплохо устроился. Ну, мне, я не знаю, мне хочется другой жизни для этих девочек. Давай, мама. А какая вторая у него семья? Там тоже же дети. Девочки, а у вас есть еще братья, сестры? Да, папины дети. Да, другие. Это шок, что дети спокойно говорят. У нас еще есть братья и сестренки. На мой взгляд, лучше было бы их не посвящать в тему другой семьи. А что, может, они еще нормально там тусят, гуляют. Что эти с ними? Мы всего один раз их видели. А, не общаются. Получается, когда мы были в другом доме, папа привез Хумай только. Она была очень маленькая, и все, с того дня мы ее ни разу не видели. А вы любите их? Да. Ну, получается, она наша сестра и брат, конечно, любим. Братика ты лично не знаешь? Нет, не видела. Только я с ней по телефону, когда мы разговариваем с папой, они подходят. Угу. Это когда папа не у вас, а у них, да? Да. Понятно. На детей это все обрушилось, как будто бы так и должно быть. Ну, а что? Ну, не знаю, я бы не сказал бы, что у детей прям сильно поломана психика. Девочка очень открытая, очень нормально все отвечает. Да, очень нестандартная семейка, согласен, что типа там на две семьи живет и тому подобное, но как-то ненависти в ответах я не вижу от детей. У кого-то не так? Ну, особенно семейка, да. Я вообще не понимаю, как это возможно. А вот с маму ли этих братиков и сестер вы знакомы? Другой семьей у нас. Мы ее ни разу не видели вообще. Папа показывал фотографию и они бывают с мамой на эту тему ссориться. А ты расстраиваешься, что они ссорятся? Да. Мне кажется, там столько боли, мне кажется, там столько печали. На мой взгляд, это какое-то издевательство над всеми в этой семье. А ты бы хотела, чтобы папа жил здесь? Да. Потому что если бы папа жил с нами, то бы мама сидела дома. Почему? Ну, папа бы зарабатывал бы. Денежки все нам отдавал, всем. Мама покупала продукты, нам одежду, себе тоже. И она бы с нами была очень много времени. Вот и все. Вот вам и все реально с уст ребенка. Жестокая, грустная реальность. Очень. Для меня, как для мамы, ну, прямо немножко даже трагично, когда я вижу, что ребенок переживает и за папу, и за маму. Вот эти все отношения между родителями очень сказываются на детях. И не хотелось бы, чтобы перенимали дети какой-то такой пикативный опыт. А дети страдают. Опыт. Вы готовы делиться с папой? Да. Как и мама готова делиться своим мужем, да? Да. Какая тема, да? Очень. Боже мой. Конечно, Маша все делает правильно. Обманывать детей нельзя. И лучше сразу сказать им правду. Но вся проблема в том, что Маша обманывает не детей, а саму себя. Никакой семьи у них нет. Отец не участвует в воспитании детей. Он не помогает финансово. Он не поддерживает, не отмечает с ними праздники. Он просто приходит пару раз в неделю переночевать. Разве это семья? Невозможно потравиться. А где у вас мамина комната? А вот тут рядом. Ну, мы можно пойдем посмотрим? Да, конечно. Спасибо вам, девчонки. До свидания. Вот спальня. Медведи. На детскую тоже похожа. Такое чувство, что это все-таки комната девочек, а не Машина. Смотрите, везде она с дочками. Ни одной совместной фотографии. Есть, есть. Ну вот та вот фотография. Не на виду. А, ну да. Ибо лица мы даже не видели. Она закрыта. Какой-то восточный чувак. Да. У тебя так много всего наставлено. Тут флакончики, там расчесочки. Какие-то херовинки маленькие на полочках. Вот это все Там так принято, да? Там так можно. Надо взять и выкинуть. И вместе с этим в голове станет полегче. Ну что, девчонки, вам мы и рассказали. Они поделились вашей личной историей с мужем. Это какой? Они волнуются. Волнуются за вас, что у папы есть вторая семья. Я детям в своем смысле сказала правду о том, что у папы две семьи. Да, это морально. Может быть, им немножко было тяжеловато, но это правда. Я считаю, что детей обманывать несправедливо. Раз девчонки знают о том, что у папы есть другая семья. Ну, у вас веселая семейка. Не будет ли так в их будущей жизни, что они примут, да, что это нормально и так же точно подберут себе мужей, у которых... Тут уже такая штука, понимаете, тут уже то, что есть, нихрена не изменишь, а вот будет ли так, все может быть, может будет, может не будет. Тут уже правильное воспитание и девочки уже сами будут решать. Будут другие. это будет их жизнь. Если они пойдут на это, это будет их выбор. Тут согласен, абсолютно. На меня ответственности никакой нету. Я с ними... Нет, ответственность на тебе есть. Твоя задача их правильно воспитать и максимально это все сделать реально правильно. А вот дальше уже, ну, особенно, когда они уже вырастут, твоя задача уже выполнена. Уже, кажется, пожинай свои плоды. Это ненормально. В смысле ответственности нету? Ну, то, что ребенок сделал свой выбор и то, что он захотел там учиться? Это твоя ответственность. Это... В смысле? Ты уже показала это действие. Ты уже показываешь это примером. Если они видят, что мама живет с мужчиной, который на две семьи, и то одна кровать, то другая, то для них... Да, я согласен. Это, конечно же, в голову вносит свои коррективы. Тут я спорить не буду. То же самое, когда, если в семье клепаются, там отец избивает мать, ребенок это все видит, он понимает, что неприятно, но такое происходит. Типа, ну, наверное, это так у многих. Типа, ну, я же это вижу, ну, любовь. А потом они как бы нормально. Поэтому можно и помахаться чуть-чуть. Плящий мужик, это будет норма. Это определенный... А может так не думать, скажет, все, в моей семье так не будет. Все очень индивидуально. Нету какого-то такого прям... Вот если так, следует на неосознанном уровне за своими родителями. Не всегда. Так же, хорошо. Это один процент из тысячи, которые не следуют. И этот один процент, это будут мои дети. Для своих детей я хочу жить лучше, чем у меня. Поэтому я с детьми работаю. Логично. Такая, знаете, фраза, вряд ли бы слышал. Ну, если честно, я хочу, чтобы дети, бля, познали все, бля, тяготы, бля, чтобы они еще жили хуже, чем я. Просто, бля, хочу, чтобы они, бля, страдали. Ну, блин, любой адекватный родитель хочет лучше, чтобы было, чем у себя. Ну, блин, это было бы странно, бы все наоборот. Я с детьми разговариваю, я детям объясняю, что у девушки должен быть один партнер. Они меня слушают и даже... У девушки должен быть одни партнер? В каком смысле один партнер? В плане секса или чего? Можно, пожалуйста, раскрыть эту тему? А если, типа, ну, не сошлись, ну, все, тогда, бля, будешь этой старой девой Марией и умрешь в одиночестве и в мучениях или что? Или муж должен быть только один или что? Да нет, неправда, муж может быть и не один, если там тоже не совпало все. Можно развестись и за другого выйти замуж, если он есть. В смысле, один партнер? Или, типа, не изменять? В этом плане, наверное, может быть. Давайте представим, что вот как-то так. Хотя ты живешь по другому правилу, но говоришь, как правильно, а живешь сама по-другому. Ну, такое себе. Богдане, которой 8 лет, она 90% со мной соглашается. Не потому, что я навязываю, а потому, что мы рассуждаем. И дети меня понимают, почему у меня такая точка зрения. Он живет на 2 семени. Он спит с тобой и спит с другой женщиной. Да, конечно. Да, девочки, для меня это норма. Вот, только чтобы ответ для меня это норма. Вот. Изначально приняла. Я на это изначально согласилась. Здесь ничего такого нет. Я старшая в Гареме. Я старшая в Гареме. Тут ни одного... Не, ну, есть же там, да? Ну, хотя, мне кажется, это уже немножко уходит вообще с истории. Ну, ислам или где-то есть вот, где-то вот там вот восточные регионы, там же есть там многоженье. Редкость, оно, конечно, с каждым разом, но есть. Сурного слова у меня нет в этом месте. Я старшая. Будет, если честно, это много раз надо пи-пи-пи-пи-пи-пи будет сделать. Помню даже Комаров, когда было какое-то, где-то Комаров был в каком-то, какой-то стране и там даже было, когда... Причем, я скажу так, там даже какая-то история была, у мужика несколько жен и прям он за ними там трусится, ухаживает, там вот прям... Помнишь, да, кица такое что-то было? Прямо когда он там их покормит всех, там потом сам... Ну, короче, что-то такое есть. Пожалуйста, дети записаны на него. У всех моя фамилия. Этого я не захотела. В свидетельстве о рождении прочерка? Конечно. В смысле, конечно? Да в прямом, конечно, потому что это мои дети. Это потому, что не только мои дети, а потому что мать-одиночка получает дополнительные привилегии. Мои дети. Конечно. В свидетельстве о рождении Это мои дети. И я решаю, как поступить. Это мои дети. Для нее, это как галочка, знаете, для социума. Я вышла замуж. И что он рядом, не рядом, мне вообще без разницы. И устраивает это все. Ну, у меня есть какие-то свои своеобразные заморочки в голове, по которым, в принципе, я живу. У меня счастливы дети. И для меня это самое главное. На мой взгляд, голову надо лечить. Ну, честно. Твои девочки говорят, что мы хотим, чтобы папа жил с нами постоянно, чтобы у него не было той семьи. Тогда мама могла бы много не работать, она могла бы покупать одежду нам и себе. Представляешь, какая для них эта обуза для девчонок, которые хотят, чтобы мама была нарядной. Мы спросили, когда, Богдан, ты заработала свои денежки? Она говорит, да, я купила маме одежду. Да, было такое, да, да. Они хотят видеть пример. Девочкам стыдно за ее вид. И это было сделано не потому, что у меня вещей нет, а потому, что она хотела просто что-то мне купить. Потому что она хочет, чтобы ее мама была красивой, чтобы ее мама была нарядной, потому что девочки не могут вырасти без примера. Я одеваюсь так, чтобы моим детям не было стыдно за меня. Я не знаю, какое платье на нее нарядное. Маша одевается в детскую одежду. На ней ситцевые платьишки с чуть-чуть меньшим размером. Правильно ли мы понимаем, что если откровенно говорить, а не держать вот эту оборону, что типа... Ну, я согласен. Она как женщина типа на себя забила болт. Прям огромный, большой, типа нормально. Все устраивает. То все-таки ты бы хотела семьи, где ты действительно жена, где вечером муж возвращается домой. Он верен тебе. Конечно, Маша ревнует, хоть она и говорит, типа нет, я смирилась. Конечно, она ревнует. Конечно, ей больно. Конечно, ей отвратительно, что они так живут. Где-то в глубине души обидно от того, что есть вторая семья. Да, где-то все равно немножко неприятность какая-то есть. Немножко? Я думаю, это не немножко. Ты сама себе врешь. Где-то я, может, подушку поплачу, но на стены прыгать и так далее нет. Слушайте, ну, ладно, давайте спорить не будем. Это действительно твоя жизнь. Бесполезно. И ты несешь ответственность за жизнь своих детей, пока им не осталось 18 лет. У машинных дочек, к сожалению, крайне искаженное представление о том, что такое папа, что такое семья. И в дальнейшем, когда они вырастут, они очень вероятно будут искать себе мужчин по такой же модели. Мужчин, которые не уделяют им внимания. Извини, а я у тебя уже первая буду или вторая жена? Я просто ищу тех, кто ищет себе две жены. Не хочешь такую себе одну из жен? Я согласна. Которые не заботятся финансово об их бюджете. Те, которые бросают своих детей и не занимаются их воспитанием. Для них все это будет вариантом норм. может, пойдем на ужин? Инна, хорошо. Либо сладкий. Кто голодненький? Спасибо. Девочки, я приготовила небольшой ужин для нас. Просто богатство. Ну, я хотела не ударить в грязь лицом. Я учла, что Ксения любит морепродукты. Я и овощи очень люблю. Ну, овощи есть, морепродукты тоже есть. Учла то, что Наталья, видимо, тоже рыбку любит. Вижу, очень не привлекает. У Ксении в гостях. Ксения озвучила то, что она любит морепродукты. И я решила показать, что неважно, с каким достатком ты живешь, но позволить, если мы захотим, мы позволить можем себе многое. Поэтому у меня тоже были морепродукты. Можно приступать. Сейчас позволить, а потом немножечко поясочки подтянуть. Да, так многие могут. Да, нужно приступать. А икру прям ложками можно есть? Девочки, ну, гюлками, наверное. Меня вообще удивило, что Маша учла предпочтение Ксюши. Так интересно. Почему она не учла того, что я на ПП и мне нужна низкокалорийная еда? А можно заниматься воспитанием девочек? Нет. Он с ними не разговаривает. Он как папа прям стесняется. А, он даже с ними не общается. Шикарная семья. Вот такая прям песня прям. Даже с девочками не общается. Бэ, приходит, чисто потрахались и ушел. И зарплату дал за то, что она в налоговую сходила. Наказания от него бывают? Наказания от него может быть, только когда, допустим, Руслан ему там, чуть ли, знаете, не на лицо садится одним местом. И он сначала это позволяет, а потом он не говорит, нельзя, а она с первого раза не слушает именно его. И он может прикрикнуть. Я так понимаю, папа, девочек, не авторитет. Ты авторитет? У нас глава семьи, это я. Муж, это приложение к семье. Бесплатное. Как бы это грубо не звучало. Он приложение ко мне. Она даже не считает его мужем, на которого можно положиться. Потому что она не уважает мужчину. А ему каково знать, что он приложение? Вот я бы никогда не хотела слышать о себе, что типа я, Ксюха, у меня приложение. И я так никогда не скажу ни о ком, даже про собаку. Маш, спасибо тебе большое за этот ужин. Ответ мы не услышали. Я хочу пожелать тебе... Любить себя, реализовать себя. Да елки-палки, я люблю себя. Но я люблю настолько, насколько я, наверное, хочу этого. Я точно знаю, что когда очень любишь, ты не хочешь ни с кем делить. Поэтому я желаю тебе быть и замужем, и замужем. Спасибо. Всего большое. Спасибо тебе за гостеприимство. Да, благодарим тебя за вкусный ужин. До встречи на финале. Ну что, я вот даже не знаю, кому 10 баллов накинуть. У каждой своего трешничка хватало. А сейчас Мария встретится на личной консультации с психологом проекта специалистом по семейным отношениям Виктории Дмитриевой. Вот правда, я думал, второй дадут. Ну, может, второй и дадут. Ну, сказать, что прям такая аж супермама. Ну, не сказал бы. Ну, здравствуйте, присаживайтесь. Многодетный, который шестого ребенка ждет. Правильно я понимаю, что у вас есть муж, у которого есть еще одна семья. Это не муж, судя по всему. Возможно, это этот сожитель, отец детей. Ну, муж, это для меня официальный муж. А это, как называть, гражданский муж, наверное, да? В регистрированном браке? мы официально в браке. То есть... А, простите, это все. Сука. Блянь. Они в официальном браке до сих пор. Дети вообще написаны... Как бы... А так можно вообще, да? То есть можно быть в официальном браке? То есть муж, жена, но дети, как бы... без отца. Какая интересная вообще история. Это мой муж, но дети... По документам, как бы это, я мать-одиночка. Но у моего мужа официального есть еще одна семья, с которой он живет. Как вам наша Санта-Барбара? Никто не хочет снять нам сериал. Можем продать права. Та семья, получается, не в браке? Ну, примерно как-то так. Он же мусульманин, у них свои обычаи в этом плане. Но когда с ним познакомились, у него уже была та вторая семья? Нет, нет. Эта вторая семья уже после появилась. И как вы на это отреагировали? Я отреагировала на это нормально, я знала, что он поедет жениться. Почему вы на это пошли? Я такой человек, что я хочу, чтобы всем хорошо было. Наверное. Да. А вы хотите, чтобы вашим детям было хорошо, вашим дочкам? Ну, я не считаю, что моим детям плохо. Вы понимаете, что вы своим дочерям даете весьма странное представление о том, мягко говоря, как женщине стоит ценить и любить себя. Они вырастут и могут пойти к мужчине, который будет уделять мало времени, который не будет поддерживать финансово, который будет изменять или жить с другой женщиной. Вы порадуетесь этому? Нет, конечно. А почему то, что вы хотите для своих дочерей, вы не хотите для себя? На мой взгляд, вы себя не любите. Возможно, может быть. Не ценить. Возможно, будет так. Сколько вам лет? Тридцать шесть. Тридцать шесть. Как вы думаете, может женщина в тридцать шесть еще наладить личную жизнь? Конечно, и в пятьдесят. С мужчиной, который ее полюбит и которого полюбит она. И с которым каждый день она будет просыпаться, а не только тогда, когда у второй жены выходной. Как вы думаете, может такое быть у вас в жизни? Да, конечно, может быть. Мы иногда с ним разговариваем о том, что рано-поздно вот этим нашим типа отношениям придет конец. Я прекрасно понимаю, что во всех этих отношениях это только я. Мы воспитываем детей не словами, а нашим примером, нашей жизнью, тем, каким мы есть. У нее по взгляду написано типа, господи, блядь, что вы к ней присрались? Там мне все устраивает и мне насрать. У меня классная работа, я хожу с удовольствием и все. Временами есть с кем потрахаться. Господи, все. Что вы ко мне пристали? Вот это вот. Ну, я тоже плохой принцип пример не подаю. Подаю пример, что должны быть самостоятелями, должны стремиться к своим целям, должны ставить перед собой цели, должны цели этих добиваться. Это тоже, я считаю, что неплохой принцип и пример. У меня есть все. У меня есть все. У меня есть цели, которых я ставлю перед собой, я их добиваюсь, этих целей. Здорово, что вы подаете дочкам пример самостоятельности, того, что нужно опираться на себя, ставить цели. Это очень важно. Это бесполезно. Я надеюсь, что вы сможете подать дочкам пример того, что можно доверять мужчинам и опираться на мужчину. И мужчина в семье тоже может быть горой, она подаст пример. большой любовью и тем, кто заставит себя почувствовать себя уникальной, единственной и желанной. Удачи. Большое спасибо. Увидимся в финале. Всего доброго. Я подразмышляю и буду проводить работу над ошибками. Для того, чтобы быть примером дальнейшей жизни для моих детей. Не будешь. Я тебе как в ангел говорю. Ты неисправима. Либо тебе на это нужно очень много усилий, но я этого не увидел. Особенно женщины, конечно. Знаете, чем наши мамы отличаются от большинства школьников? Для них действительно важно, какую оценку они получат в конце. Пришло время узнать, сколько баллов сегодня заработала обладательница трех детей и полугодового запаса фруктов и овощей Мария? Хозяйственность 4. Ну, потому что грязно. За самореализацию я ставлю Маше 2. Даже не один, а два, только потому что с какой любовью она говорит о своих овощах и фрукциях. В воспитании поставлю Маше 7 баллов, потому что в воспитании должен присутствовать папа. Ну, как-то 7. Даже очень хорошая оценка, когда папы нету и она дома тоже не бывает, потому что она постоянно со своими бананчиками. Поэтому сложно сказать воспитание. Хотя девочки очень даже, ну, как, блин, на удивление странно. Очень открытое, очень как-то умно выражали, вроде как по мне показалось, мысли свои. но, да, с воспитанием там я не знаю, где там воспитание. Поэтому всем это еще очень крутая оценка. давайте калькуляторы и шампанское. сегодня не день бухгалтера, а момент выставления финальных оценок. Очень скоро мы узнаем, кто именно стал супермамой из четырех претенденток. Ну что, девочки, час икс. Привет. Привет, привет. Всем мы, наконец-то, в сборе. Я очень рада вас видеть. Заеду. Девочки, интересно уже посмотреть оценки, которые мы друг другу поставили. Я надеюсь, извиняться, девочки, ни перед кем не придется. Очень жду результаты. Волнения никакого нет. Спокойно, абсолютно. Волнительно только то, что все заканчивается. Ну, я очень нервничаю, потому что для меня важна победа. Кто победит, скоро узнаем. А сейчас посмотрим на оценки Натальи Валянской. Мои оценки. Да, девочки, я смотрю самый низший балл воспитания детей 5. Маша и Ксения. Мне бы хотелось видеть детей, которые имеют право голоса в семье. Мне бы хотелось видеть... Так они не имеют право голоса. Почему ты решила, что они не имеют право голоса? Потому что я спрашиваю Варьку, и Варька мне говорит, я сижу с детьми, я не хочу с ними сидеть. Я думаю, что у тебя есть дети, которые действительно нуждаются в помощи психологической. Больше внимания дать. Та же Варвара, например, и Федя. Но вы продолжаете рожать не на качество, а на количество. Я бы затормозила. Я лучше рожу одного, но качественно. Женечка, спасибо, что ты мне поставила хотя бы одну десяточку за самореализацию. я получила. Благодарю. Ксюш, шестерочку еще прокомментируй, пожалуйста. Самореализация это когда мы вкладываем силы и получаем за это определенную награду. Да, я с тобой согласна. Я не увидела этого в семье. Что у меня, должны были деньги повсюду валяться. Когда я тебя видела, мне казалось, что там ты себя так несешь, что это обязательно должно у тебя быть. и я этого не увидела. Я не очень это поняла. Ничего абсолютно я не скрываю. То, что у меня ведется блог в соцсетях, там моя история. Я там ничего абсолютно не приукрашиваю. Очень интересно узнать про хозяйственность. Почему же занижены баллы? Я вас как-то плохо приняла. Ты говоришь, там у меня бизнес, проекты. Я захожу в дом и я вижу несоответствие. Я понимаю, что много детей, поэтому там рваные обои. За хозяйственность поставить баллы лишь из-за того, что где-то оторваны обои. В общем, полный бред. Вы мне занизили оценки, конечно, конкретно. И, возможно, здесь сыграла какая-то зависть. А чему завидовать? Возможно, гармонии в семье, отношениям с супругом. Я не заметила гармонии в семье. Я вас услышала. Спасибо, благодарю. Где-то в глубине души обидно. Они не поняли мою семью, я не поняла тех оценок, которые они мне поставили. Да, оценки. Оценки в руках участниц, как рапиры, которыми они пытаются уколоть друг друга. Время узнать, как оценили соперницы Ксению Телешову. Мне очень приятно, очень высокие оценки. Оценки выше, чем я ожидала. Понятно, что с самореализацией ты понимаешь, что у тебя, конечно, высокий балл. Но ребенок уже в последнюю очередь. Да это твоя картинка. Ну, у меня есть право на это же проект. Ксюша, ну ты действительно очень занятой человек. У тебя... Ну, как я поняла, я больше многих здесь нахожусь со своим ребенком. Мы со своей... с моей дочкой прошли такой путь, который, не дай бог, никому пройти. Когда умер Аринин папа, вы жили с ним? Мы не жили с ним. Почему? Потому что он пил. Ты привела Арину к пьющему папе, покинула дом, и папа умер, и Арина на балконе кричала, помогите. Тебя не было рядом. Он не пил постоянно. Он очень любил дочку. И он был очень хорошим папой. И у него... Он взял дочку, я им привезла еду, на него посмотрела, он был в абсолютно нормальном состоянии. И у него остановилось сердце. И не дай бог никому это пережить. Да, у нас был сложный момент с дочерью. Я впервые в этой программе проговорила, да, про самые тяжелые моменты в своей жизни. Быть. Знаешь, если, Маша, зайти в мою там, комнату и в твою комнату, то с точки зрения быта в своем глазу бревна не видим, а у другого замечаемый... Хорошо, раз его разговор пошел, допустим, за мою комнату. А что в моей комнате не так? Порядка нет. У меня порядка нет? У меня в квартире чистенько. Я этот порядок навожу сама, а ты обращаешься к услугам клининга. У нас очень разные представления о чистеньком. Если мы сравним мой дом и Машину, и все зрители это видели, ни у кого не останется никаких... у тебя, у тебя, я сразу заметил, это у тебя просто unbelievable. Не то, что не я. Вопросы. Я благодарю вас, девчонки. Ну что, продолжим? А будет ли благодарна за оценки Мария Лукашевич? Я думаю, там будут одни из самых низких, да? Думаешь, десятки есть? Нет. Маш, ты видишь, что я тебе поставила почти самый высокий балл? За хозяйственность поставила 8. Ты прекрасно нас принимала, очень вкусно все было приготовлено, но все-таки нашла у тебя в квартире слишком много, на мой взгляд, ненужных вещей. Различные какие-то медведи. Это подарки дочерей? Это подарки от мужа? А обувь стоят? А обувь вот так выставлена? Девочки, я вам сразу скажу, я ипотеку взяла 9 месяцев назад. И пока я еще там... Отмыть плиту, убрать в коробку медикаменты, это не вопрос ипотеки. А до этого деньги жили на съемной? Игрушки у меня там, пылесборники у меня там. Это мое пространство. И в этой комнате, в моем пространстве, с игрушками, с пылесборниками, я себя чувствую комфортно. Ипотеку на квартиру взять, ипотеку на машину. Позволяют себе люди? В воспитании детей я поставила 7 баллов. Девчонки, конечно, у тебя замечательные, но с ними в разговоре было понятно, что они очень за тебя переживают. И вот эта ваша ситуация с мужем, когда он живет на две семьи, для них это очень... неотъемлемая часть воспитания детей. Для них это трагедия. Менять кардинально что-то в своей жизни я не собираюсь. Потому что меня, как личность, меня как человека, меня устраивает все. Мы выяснили, что со старшей дочерью есть огромные проблемы. Недопонимание, вредные привычки, то, что ты ее отправила в деревню жить. Это было действительно совместное решение. При этом у тебя будет душа, что она далеко от тебя, не с тобой рядом. Она там была под присмотром. Здесь я не смогу ее контролировать. А зачем ее контролировать? Ну, потому что она немножко подорвала свое... Вот, смотри. Как сказать, это доверие, да. Вот смотри, как интересно. Мы парим, и мы употребляем эти сигареты. Курит она их. И ты ее сбагрила сестре из-за того, чтобы ей заниматься? Да ничего же страшного не произошло. Да и бог с ним, что она покурила. Она подросток. Да и бог с ним, что... Пускай она даже сто грамм там алкоголя... Я вообще... Бухнем, дотя! О, то самое главное, чтобы она... Чтобы человек у вас осталось, правильно? От этого не пострадала. Нет, да, блин. Боже мой. Ты почему двойку поставила, реализация? Потому что я его поставила десять, но не всем же такие оценки раздавать. То есть у тебя лимит был на оценке? Да, 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 нет. На самом деле, потому что Маша в восторге от овощей и фруктов. И сейчас я на себе буду ржать. Ну, девочки, мы говорим о том, что самая реализация, которая от работы, она говорит... Это работа. Да, это работа, от которой я получаю удовольствие. От которой работы я получаю материальные средства. Я зарабатываю. Я сейчас... Я люблю эту работу. Что значит меня? Ты забыла про себя. Я хожу на маникюр, я получаю от этого удовольствие. Я хожу на педикюр, я получаю от этого удовольствие. Это уход за собой. Это элементарно. Я хожу в кино, я получаю от этого удовольствие. Давай скажи, я получаю удовольствие, потому что я брею подмышками. Это тоже самое... Мы вообще говорим о самореализации. Самореализации. Я хожу в кино. Ты самореализованная личность. Ты достигла успеха. Ты дошла до кино. Спасибо, я старалась. Поесть в жизни. И мне эта жизнь нравится. Я люблю свою работу. Я кайфую от нее. Все. Отстаньте вы от меня уже. Да, у меня есть в жизни к чему стремиться. Есть. Я буду стремиться, я ставлю перед собой цели, я их добиваюсь, и слава богу. Честно, какая же у нее цель, бля? Продавать по 20 килограмм апельсинов в день. Это уже, конечно, я шучу, но я не знаю. У меня все в жизни получается. Вот и все, вот и все, вот и все. Молодец, Маша. Погнали дальше. Действительно, давайте дальше, пока никто не подрался. Да. Маша, ты же моя королева. Моя королева. Извиняйся. Маша. Мне симпатизирует Евгения. Почему? Потому что хозяйственность, да, дома все чистенько, аккуратненько. Стены изрисованы, но это классно. Это ребенок рисует, и это очень хорошо, и я прям молодец. Ты думаешь, бля, как-то так некрасиво я ей занижала, да? Что там у нас второе-то получается? Воспитание детей, да, есть недочеты, есть, но Женя их видит, Женя над ними работает. Женя молодец, вот поэтому я ей поставила достойную оценку. Наташ, почему ты мне восемь поставил за хозяйственность? О, да Ксюша девять поставил, ты понимаешь? Женечка, меня восхитили, конечно, книги в детском гардеробе Камасутра. Уберу, конечно. Ну, ты же видела, что у меня нет умочек пока прикроватных на замочке. Девочки, спасибо вам большое, потому что действительно... Есть шансы на победу у нее, да? Ну, я считаю, что справедливым. Мы поставили все оценки друг другу. Я рада услышать было ваше мнение. Ну, и кому Виктория таки нет баллов? У меня фамилия Тупикова. А вот и все. Это же нормальная фамилия. Этим все сказано. Не волнуйтесь, девочки. Сейчас психолог проекта не только скажет вам итоговые оценки, но даст свои 10 баллов одной из вас. Добрый день. Добрый, добрый. Мне было очень сложно выбрать единственную ту, которой я дам свои личные 10 баллов. Ну, потому что каждая из вас хороша в чем-то своем и действительно в чем-то подает своим детям или своему ребенку прекрасный пример. Но в чем-то и каждый из вас, как и все мы, допускает ошибки. Вы уже поставили свои оценки друг другу. Сейчас я дам одной из вас 10 баллов. Той девушке, которой я знаю непросто. Она действительно старается, несмотря на то, что порой бывает очень тяжело. И я могу сказать, что это единственная из вас, у которой я нашла в глазах радость от общения со своим ребенком. Тупикова. Вот она. Все. Женя, это вы. 10 баллов. Ну вот. Спасибо большое. С учетом моих 10 баллов, с учетом ваших оценок, победителем этого проекта. И супер. То у вас там оценки вообще-то стояли? Или вы там случайно кадр так провтыкали? Супер мамой с результатом 87 баллов становится Евгения Тупикова. Вы супер мамы. Я вас поздравляю. Все, мама. Спасибо тебе, это я твоя супер мама. Я очень рада, потому что я тоже голосовала за нее. Ну, конечно, там эта история, вот это, вожу для себя. Эй, Валера, ну, такое. Ну, ладно. Ладно. Я ждала, что... Ну, я согласен, я вначале за нее утопил, но когда начало вскрываться некоторые моменты, там вот с дочкой, я такой, типа, оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Там муж, как тоже, что с мужем так себе, вспомните, да? То уже было сложно определить. Ну, Тупикова. Хорошо, хорошо. 10 баллов от Виктории будут присвоены мне. Я не знаю, почему, когда я собралась лететь сюда, я почему-то где-то у себя уже в голове эту победу от доложения. Это награда по достоинству вашего. Поздравляю вас! Спасибо! Я вас поздравляю вас! Пусть у вас все будет хорошо. И хочу, чтобы вы взяли вот эту Ленку и периодически вспоминали этот момент, когда мы на всю страну сказали, что вы супер-мам. Ну а всем вам и вам и всем нам я хочу напомнить, что воспитывайте себя, а не детей. Все равно они будут похожими на вас. Спасибо. Девочки, спасибо большое. Вы посмотрите, какое-то счастье только благодаря моему сыну. Я, во-первых, мама, а во-вторых, я супер-мама, супер-мама. Единственное, в городе Екатеринбурге имеющее это звание, эту награду. Ну вот как-то так. Вот как-то так. Можете написать в комментариях, согласны ли вы с выбором Виктории, либо все-таки вы кому-то бы другому отдали 10 баллов. Как вам четвертая мама? Я думаю, есть что написать в комментариях. И уже увидимся в новых выпусках. Всем пока.